Субтитры создавал DimaTorzok Магазин, который мне посылает оборудование бесплатно на тест, видео, обзор и так далее И вот первая вещь из этого магазина пришла Магазин, кстати, называется ZAHAL Это магазин в Израиле Я в нем покупал довольно-таки много чего Вы, наверное, уже видели там у меня детали для моего ЧЗ-58 Пришло оттуда И вот сейчас мне прислали две системы улучшения или уменьшения отдачи для пистолетов В данном случае я попросил для Glock 19 и ЧЗ-SP01 Почему именно две эти модели? Потому что Glock 19 это компактный полимерный пистолет, легенький сравнительно Где отдача достаточно велика, сравнительно, конечно Именно из-за размеров И там уменьшение отдачи будет очень полезно для оборонных точек зрения А S-SP01 наоборот Цельнометаллический большой полноразмерный Даже, наверное, более чем полноразмерный пистолет Оба они 9-мм у меня, конечно И я собираюсь поставить эти системы себе в пистолеты И посмотреть, как они влияют на скорость возврата на цель На скорость второго выстрела, на отдачу и так далее Собираюсь снять это видео на следующих выходных На этих выходных мне в термине не удалось вырваться Потому что в данном случае мне нужен еще человек, который будет снимать это оружие сбоку У меня просто на этой неделе это сорвалось Ну так вот, посмотрим, что это такое для начала Ну, возьмем вариант для Glock Это система с увеличенным количеством пружин По сравнению у меня от третьего поколения Glock Там всего одна пружинка Glock я сейчас не достал на стол Я его буду показывать одновременно, чуть попозже, в следующем видео Кстати, фирма греческая, DPM Что меня лично удивило Потому что коробка пришла из Греции То есть напрямую прислали из самой фирмы Я даже могу посмотреть, где они находятся Посмотреть-то могу, но я совершенно не понимаю, что там написано Это, конечно, смешно до определенной степени Но я теперь знаю, где эта фирма находится Бумажка у меня есть под рукой Ну, посмотрим, что это такое Ну, во-первых, это трехкомпонентная система Я еще буду разбираться, как это работает Тут мне надо будет посмотреть Тут три пружины, получается Реально говоря Как они вместе сходятся, я еще не разбирался Открываю одновременно вместе с вами То есть, видите, вот Пружинка номер один И две больших пружинки Как-то они тут надеваются Одна из них, судя по всему, идет снаружи Одна идет изнутри каким-то макаром Как это происходит, я еще не знаю Ну, вот такая вот системка Просто в качестве вводной Даю, что вот это такое Вот, может быть, как-то надо будет разобраться Так что, посмотрим, что это будет Для начала, вот, просто показать Как вот это выглядит В разных вариантах Вполне возможно, потребуется использовать Только одну из этих пружинок Это будем выяснять Давайте посмотрим Что здесь такое Видите, инструкции здесь Довольно-таки большие На разных языках Есть на греческом, французском Английском Немецком, итальянском И испанском Так что здесь В принципе, даже с картинками У них интересно У них, кстати, для калаша такая вещь есть Но я пока еще не видел Вот у них каталог пришел Видите, вот для калаша Вот такая многопружинная версия Я тоже, посмотрим Если мне это понравится Я у них попрошу Такую версию для калашу Это поставлю Посмотрю Как это действует Кажется, используйте инструкцию До Использования детали Первое Берем пружинку Вот вопрос Вот у меня две пружинки Одна пружинка Теоретически, получается Проходит только До определенного уровня Вторая пружинка Более крупная И она проходит дальше То есть Надо смотреть Скорее всего В зависимости от модели Определенная пружина Подходит больше Или меньше А что мне интересно Что здесь Вот детальных инструкций Как таковых Нету То есть Подразумевается Что человек Наверное Сам разберется Я еще буду смотреть На интернете Что это такое По крайней мере Я знаю Что это точно подходит К тому пистолету Под который Я это заказывал Но вот все равно Интересно получается Вот такая вот Система Теоретически Теоретически Можно использовать Разные версии Может быть даже Сразу несколько Но это надо будет Еще выяснять То есть Может быть Такой вот вариант А может быть Вот такой вот вариант Не знаю Вот дальше Она в принципе Не проходит Ну как говорится Это А вот сейчас прошло Можно То есть Получается Еще и вот так вот Как интересно Что это значит Надо будет Еще выяснять Одновременно Они явно Не встановятся И снятие Вот этой пружинки Второй Уже гораздо сложнее Надо там Немножко Зацепиться Ну посмотрим Посмотрим И будем сравнивать Как это Подействует На пистолет То есть Реально говоря Я хочу посмотреть С трех Точек зрения Вес Общий вес Оружия Изменение Отдачи С точки зрения Насколько высоко Пляшет Ствол И сам пистолет При отдаче А также Скорость стрельбы Быстрой стрельбы Изменится ли она При уменьшении Отдачи Теоретически Должна Практически Посмотрим Ну а также Изменится ли Точность Стрельбы Потому что тоже Изменение Отдачи При быстрой стрельбе Это может повлиять Я для этого Заказал себе Таймер По русски Даже не помню Что там Не часы А вот Отчетчик Этот Для тира Он мне придет На неделю Чтобы можно было Измерить Скорость При стрельбе Полного магазина Из обоих Этих пистолетов Буду измерять И посмотрим Теоретически Скорость стрельбы То есть Время между выстрелами Должна уменьшиться Практически Увидим Вот так вот Это то Что у меня будет В ближайшее время Пока Больше не знаю У них Моделей много Я пока Только две получил А данный момент Для просто обзора Я думаю Что это более чем Достаточно Посмотрим Что это будет Я подозреваю Все таки Что Вот Посмотрите Вот структура Интересная То есть Внутри Есть еще Вот эти пружинки Дополнительные То есть Реально говоря Система Получается Одна внешняя пружина И там Еще внутри Как минимум Одна Две Пружинки Для уменьшения Отдачи Это конечно Усложняет оружие Но Для некоторых Ситуаций Будет более чем Полезен И давайте Вкратце Посмотрим На их В окончании Этого видео Вот как Эти системы Выглядят Еще раз Фирма DPM Вот она Да Вот как Это выглядит На большой Картинке У них Есть разные Конечно Версии Безусловно Но мы будем Посмотреть Насколько я понимаю У них Вот разные Эти пружины Они просто Разные мощности То есть Например На Чизат У меня Четыре разных Мощности И надо будет Смотреть Может под разные Калибры Разные мощности Безусловно Это было бы Совершенно логично Как я говорил У них есть Версия под Калашоид Очень такая Сложная Многопружинная Как говорится Будем Посмотреть И у них Еще есть Версия под Арку Тоже Для уменьшения Отдачи Какая Отдача На арке Не знаю Но может быть Под более Серьезные версии Особенно Мне пишут Что это работает Вплоть до 12 калибра 2 гейдж То есть Для дробовиков Которые построены На арочной системе Там это может быть Имеет смысл Ну вот так вот У них тут в принципе Довольно таки Интересные вещи У этой фирмы На этом Краткое введение Системы Уменьшения Отдачи От фирмы ДПМ Закончено В следующем видео Уже будет Установка в оружие Отстрел И измерение По всем параметрам И соответственно Мое мнение На этом Спасибо за внимание Как я говорил Это введение В данные системы Еще раз спасибо Магазину Захал Я ссылку дам Внизу В описании Видео Где все это продается Говорю Они мне это дали На обзор Так что еще раз Спасибо Первое место Кто дает на обзор Если у кого-то Есть желание Что-то дать мне Еще на обзор Я с удовольствием Возьму А сколько быстро Не гарантирую Но обзор Сделаю точно И может быть Даже на английском Если это нужно Но что это Еще буду переделывать На английском тоже Все Спасибо Спасибо